Адвокат Романа Синский пришел в Ленинский райотдел вместе с клиенткой, с которой у него был заключен официальный договор. Женщину вызвали к следователю в качестве свидетеля по экономическому делу. Однако встретил их в милиции не следователь, а оперуполномоченный, который предложил побеседовать в кабинете на первом этаже. Встреча практически сразу приобрела сомнительный характер. Сначала милиционер попытался сфотографировать на свой личный телефон паспорт клиентки, рассказывает адвокат Романа Синский. А когда ему указали на незаконность действий, и вовсе вышел за рамки. Против этого я был категорически, ну против, в общем-то, забрал указанный паспорт и отдал своему клиенту. После этого опер в грубой форме начал выталкивать меня из кабинета. При этом не представлялся на мои неоднократные требования. После того, как выталкал из кабинета, он попытался нанести мне удар ногой. Я подставил портфель, на портфеле остался след. После того, как он продолжал опять меня толкать, он схватил своей правой рукой меня за гениталии и дернул. И в момент того, как он это сделал, у меня порвались брюки. Роман Синский рассказывает, он и ранее сталкивался с грубым поведением сотрудников милиции. Однако до того, чтобы те распускали руки, не доходило. Мужчина сразу же зафиксировал то, в каком он состоянии вышел от оперуполномоченного. А после еще прошел судебно-медицинскую экспертизу и обратился в прокуратуру. Сейчас, сообщили новостям ОТН в областной прокуратуре, это дело находится на проверке в их ведомстве. Принимается решение о дальнейшем расследовании. В областном совете адвокатов говорят, что возмущены действиями сотрудника милиции и будут настаивать на его уголовном преследовании, если вина оперуполномоченного будет доказана. Ведь это уже не первый случай в Харькове, когда адвокаты, которые приходят защищать задержанных, сами оказываются в роли жертв. Так, в мае прошлого года следователь Киевского райотдела вытолкал и побил адвоката Ималейлу Абдулаеву Мартиросян, когда та, по ее словам, отказалась оставить своего подзащитного в кабинете один на один со следователем. Сейчас этим делом также занимается областная прокуратура. Как и в случае с Осинским, считают адвокаты, милиционеры распускают руки, когда хотят добиться нужных для себя показаний от задержанных и свидетелей. Ну, ситуация, которая произошла, она категорически недопустима, вопиющая по своей сути. Совет адвокатов Харьковской области будет занимать категорически жесткую позицию в таких ситуациях. И пока на данный момент никаких нарушений со стороны своего коллеги адвоката Осинского я не вижу. Я в первую очередь считаю, что это было с целью запугать моего клиента. Как мне сама клиент и сказала, после того, как меня вытолкали, она буквально за минуту вылетела из кабинета и говорит, я боюсь там находиться. Если с адвокатами так себя ведут работники милиции, я не знаю, чего мне ожидать. В милиции до окончательных выводов прокуратуры ни случай с Романом Осинским, ни случай с Ималейлой Абдулаевой Мартиросян не комментируют. Марина Николаева, Владимир Борох, Агентство телевидения Новости.